На этой плите выбиты имена 30 жителей деревни Жуково, не вернувшихся с Великой Отечественной войны. В середине 20 века памятник павшим землякам установили жители деревни. Во время реконструкции территории стеллу убрали. Позже здесь успели возвести часовню, а потом воздвигли храм святого благоверного князя Александра Невского, защитника земли русской. И очень символично, что теперь памятная плита установлена возле его стен. Для русского народа, который любит свою историю, всегда было ясным и понятным, что события, катаклизмы, которые происходили в истории, войны, которые велись на нашей территории, они объединяли весь народ, и верующих людей, и неверующих людей. И всегда церковь выступала такой молитвенницей за народ русский. Всегда она служила объединяющим фактором для людей, чтобы встать на защиту своей Родины. Торжественная церемония открытия памятника собрала представителей разных поколений. Среди присутствующих были и потомки павших героев. Мы очень ждали этот день, вся наша семья, потому что на плите есть имя Вуханцева Александра Васильевича, жителя деревни Жукова. Это двоюродный дед, это родственник, человек, который ушел на войну в первые же дни, погиб в 41-м, и увековечен здесь, вот на этой плите. Знаковое событие состоялось в скорбную для нашей страны дату – 22 июня, день начала войны. В период с 1941 по 1945 годы страна потеряла почти 27 миллионов человек. Открытие не только этого памятника, открытие любого памятника. Это говорит о том, что мы не забыли, про нас не забыли, и мы не забываем ныне живущие, кого нет среди нас. И это еще одно подтверждение того, что мы не сносим памятники, а восстанавливаем, и как делаем краше и лучше. Это самое, мы воспитываем молодежь свою, свое поколение, чтобы они помнили, знали, что такое был фашизм, и чтобы не допустить это впредь. Мы помним о вас, вы навсегда в наших сердцах. Эти слова, озвученные официальными лицами, находили живой отклик в душе каждого пришедшего на мероприятие. Перед глазами оживали трагические истории прадедов, дедов, отцов. Ведь нет в России такой семьи, которую бы та война не коснулась. Наш народ, он очень чутко относится к таким вещам, как защита Родины. Ведь Великая Отечественная война – это показательный пример того, когда люди разных национальностей, разных вероисповеданий просто встали и защитили свою страну. Подобные мероприятия позволяют надеяться, что наши дети станут продолжателями начатого дела и всегда будут помнить о тех, кто завоевал для нас свободу. Ведь память о войне – это самое сильное лекарство от конфликтов и раздоров. Татьяна Снежка, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.